Игра за обедом. Автор – анонимный шпион. От издателя. История этого письма почти так же интересна и загадочна, как и его содержание. Копии первоначального письма стали распространяться в Эшлинде Варденфелла несколько месяцев назад. Через какое-то время один экземпляр попал на материк к принцу Хлаалу Хелсету. Хотя читатель может подумать, что принц должен был невероятно разозлиться, прочитав это письмо, его реакция была совершенно иной. Принц и его мать королева Барензия сами сделали копии этого письма и послали их во все библиотеки и все книжные магазины Моровинда. Ни принц, ни королева не делали официального заявления, является ли это письмо чистым вымыслом или описывает реальные события. Дом Дресс публично опроверг информацию, заявив, что никто по имени Даннаин никогда не имел никаких связей с домом. Мы даем возможность читателю самому решать, что в этом письме правда, а что вымысел. Нерис Ганн, издатель Господин Мойданейн, вы просили меня детально описать, что случилось прошлой ночью и почему я решил попросить дом Дресс освободить меня от этого задания. Надеюсь, вы довольны моей службой шпиона во дворце принца Хелсета, который, как я уже неоднократно указывал в отчетах, мог бы научить молокбала плести интриги. Как вы уже знаете, я почти год пытаюсь попасть в круг его советников. Ему необходима была дружеская поддержка, когда он только прибыл в Моровинд, и он сблизился с нами. Однако он никогда не доверял нам полностью, что неудивительно, учитывая лошадкую позицию в обществе Моровинда. Смею вам напомнить, что принц – старший сын Борензии, которая когда-то была королевой Моровинда, а также королевой Вейреста, королевства Хайрока. После смерти мужа, отчима принца Хелсета, короля Эдвира, началась борьба за власть между принцем и дочерью Эдвира, принцессой Элисаной. Хотя до сих пор точно неизвестно, что произошло, но Элисанна выиграла эту битву и стала королевой, изгнав Хелсета и Борензию. Дочь Борензии, Моргия, к тому времени уже покинула двор, вышла замуж и стала королевой Фёстхолда, королевства на острове Саммерсет. Борензия и Хелсет пересекли континент и вернулись в Моровинд только в прошлом году. Их тепло принял дядя Борензии, наш король Хлаалуатин Литан, который занял трон после отречения Борензии более 40 лет назад. Борензия ясно дала понять, что не собирается претендовать на трон, а просто хочет спокойно пожить в фамильном поместье. Хелсет, как вы уже знаете, остался при дворе. Многие говорят, что потеряв трон в Эйресте, он ни за что не повторит свои ошибки в Моровинде. Я сообщал вам обо всех шагах, встречах и заговорах принца, а также вы знаете обо всех его советниках. Как вы помните, я подозревал, что являюсь не единственным шпионом во дворе Хелсета. Я говорил, что один советник дан мир очень напомнил мне одного парня, которого я как-то видел в компании Толера Сарионе из Храма Трибунала. Кроме того, одна из женщин-нордов несколько раз была в имперской крепости в Балморе. Конечно, они могли просто выполнять поручения Хелсета, но точно это неизвестно. Я уже было решил, что у меня паранойя, как и у принца. Но потом меня стали одолевать сомнения касательно преданности камергера принца Бергеса, бретонца, который служил при дворе еще в Эресте. Вот что произошло прошлой ночью. Вчера утром я получил приглашение на ужин от принца. Моя паранойя заставила меня приказать одному из слуг, верному парню, следить за дворцом и докладывать, если произойдет что-либо необычное. Непосредственно перед ужином он вернулся и рассказал мне, что видел. Какого-то бродягу в лохмотьях пустили во дворец, и он находился там какое-то время. Когда он уходил, мой слуга разглядел его лицо. Это был алхимик с ужасной репутацией, продавец экзотических снадобий. Слуга также сообщил, что когда алхимик входил во дворец, раздались запахи Виквита, горьколистника и еще чего-то незнакомого, сладкого. Когда тот уходил, запахов уже не было. Он пришел к тем же выводам, что и я. Принц покупал ингредиенты для снадобья. Сам горьколистник может быть смертельным, если съесть его сырым, но другие составляющие предполагали что-то действительно серьезное. Как вы понимаете, когда я шел на ужин, я был готов ко всему. Все остальные советники Хелсита также присутствовали, я заметил, что они насторожены. Конечно, я сразу решил, что я в шпионском гнезде, и все знают о тайне встречи Принца. Может, некоторые и знали об алхимике, на остальных так повлияло само приглашение Принца, а третьи переняли волнение от своих осведомленных коллег. Принц, однако, был в прекрасном настроении, и скоро все успокоились. В девять мы собрались в столовой, где уже был подан ужин. И какой ужин! Ароматные супы, яблоки в меду, различное жаркое, все сорта рыбы и дичи. Хрустальные золотые кувшины вина, флина, шейна и мацца стояли на столах. Но какими бы соблазнительными ни были ароматы, мне вдруг пришло в голову, что среди этих запахов нельзя было обнаружить запах снадобья. Во время ужина я лишь притворялся, что я мы пью. На самом деле, я не проглотил ни кусочка. Наконец, со стола убрали еду и тарелки и поставили супницу с ароматным бульоном. Слуга, принесший ее, вышел из зала и закрыл за собой дверь. «Пахнет чудесно, принц мой», — сказала маркиза Колгор Норт. «Но боюсь, я не смогу больше ничего съесть». «Ваша светлость», — добавил я шутливым тоном. «Вам известно, что каждый из нас готов умереть за то, чтобы сделать вас нашим королем, но неужели вы хотите, чтоб мы уже сейчас умерли от обжорства?» Все за столом замычали в знак согласия. Принц Хелсет улыбнулся. «Клянусь, верни мои, даже вы не видели такой улыбки, что играла тогда на его устах. Забавно, видите ли, как некоторые из вас наверняка уже знают, сегодня я встречался с алхимиком. Он показал мне, как сделать одно великолепное снадобье, а также противоядие от него. Это очень сильное снадобье, и оно прекрасно подходит для реализации моих целей. Ни одно заклинание не поможет вам после того, как вы выпили его. От смерти вас может спасти только противоядие в супнице. А какая это будет смерть? С нетерпением жду, когда я же увижу представление, которое обещал мне алхимик. Наверное, это будет невероятно болезненно, но очень весело». Никто не проронил ни слова. Я слышал, как сердце бьется у меня в груди. «Ваше величество», — сказала Ларат Данмер, которого я подозревал в союзе с храмом. «Вы отравили кого-то за этим столом?» «А вы догадливы, Ларат», — ответил принц Хелсит, обводя взглядом присутствующих. «Мало кого я здесь ценю. Честно говоря, проще будет сказать, кого в этой комнате я не отравил. Я не отравил всех, кто служит лишь одному господину, всех, кто действительно верен мне. Я не отравил тех, кто хочет видеть короля Хелсита на троне Моровинда. Я не отравил тех, кто не шпионит на Империю, храм, Тилванский дом, дом Ридаран, дом Индарил, дом Дресс. Вы не поверите, но, произнеся последние слова, он посмотрел прямо на меня. Я уверен в этом. Я давно научился не показывать свои мысли, но в тот момент в моей голове пронеслись все мои секретные встречи, все зашифрованные послания, которые я вам посылал. Что ему известно? Даже если он ничего не знает наверняка, в чем он меня подозревает?» Я почувствовал, как сердце забилось еще быстрее. Что это? Страх или яд? Я не мог сказать ни слова, так как знал, что голос мой меня выдаст. Те, кто всегда был мне верен, сейчас думают, как я могу быть уверен, что пострадают только виновные? А еще они думают, что если виновные подозревали подвох и ничего сегодня здесь не ели и не пили. Возможно, так и есть. Но даже те, кто только притворялся, что он ел, подносил к губам вилку, ложку или бокал. Видите ли, с едой все было в порядке. Отравлена была посуда и приборы. Если вы ничего не ели, очень жаль, потому что вы все равно отравились жаркой, а так и не попробовали. У меня на лице выступил пот, и я отвернулся от принца, чтобы он этого не заметил. Все советники сидели, скованные страхом. От маркизы Колгор, бледной от ужаса, до Кема и Неп, дрожащей всем телом. От нахмуренного Алларата до застывшего Бергеса. И тогда я подумал, неужели весь совет принца состоит из одних шпионов? Был ли хоть один преданный ему человек за этим столом? И потом я подумал, если бы я сам не был шпионом, знал бы об этом принц? Всем его советникам хорошо известно, насколько развита у него паранойя. Был бы я в безопасности, если бы я не был шпионом Дом-Адрес. Возможно, остальные думали о том же, и шпионы, и верные советники. Тут принц заговорил, обращаясь к собравшимся. Яд действует очень быстро. Противоядие необходимо принять в ближайшую минуту, иначе вы умрете. Я не мог определить, отравлен я или нет. У меня болел желудок, но я напомнил себе, что ничего не ел за столом. Сердце бешено колотилось в груди, но в губах ощущалась горечь корня травмы. Но был ли это яд или приступ страха? Это последнее, что вы услышите, если вы меня предали, сказал принц Хелсит. На его губах играла все та же улыбка. Он смотрел, как его советники нервно ерзают на местах. Выпейте противоядие и живите. Мог ли я доверять ему? Я подумал о том, что я знаю о принце. Казнит ли он выдавших себя шпионов или отошлет их к господам? Принц был жесток, но от него можно было ожидать всего. Естественно, весь этот ужин был устроен для того, чтобы испугать нас. Что бы сказали мои предки, если бы я присоединился к ним после того, как меня отравили за столом? Что бы они сказали, если бы я выпил противоядие, признавая таким образом свою вину перед Хелситом, а потом меня бы казнили. И признаюсь, я думал о том, что скажете вы, узнав, что я мертв. Я настолько погрузился в свои мысли, что даже не заметил, как Бергес спрыгнул со своего стула. Вдруг я понял, что у него в руках супница, и он жадно пьет из нее. Вокруг стояли стражники, хотя я даже не заметил, как они вошли. Бергес, сказал принц Хелсит все еще улыбаясь. Вас видели у призрачных врат, дом Редоран? Вы не знали, Бергес горько засмеялся. Никаких домов. Я служу вашей сводной сестре, королеве Вейреста. Я всегда служил ей. Именем Акатоша. Вы отравили меня, потому что считали, что я служу этим чертовым темным эльфам? Вы наполовину правы, сказал принц. Я не знал, на кого вы работаете. Я даже не знал, что вы шпион. Но вы ошиблись, когда решили, что я отравил вас. Вы сами себя отравили, выпив из супницы. Я не буду описывать вам смерть Бергеса. Я знаю, что вы достаточно повидали за свою долгую жизнь, но поверьте мне, вы не захотите узнать, как он умер. Жаль, я не могу стереть эту сцену из своей памяти. Вскоре после этого совет был распущен. Я не знаю, ведомо ли принцу Хелситу, что я шпион. Я не знаю, сколько еще людей вчера вечером чувствовали то же, что я, наблюдая за агонией Бергеса. Я знаю, только, что если он не подозревал меня до сих пор, то с этого момента будет подозревать обязательно. Я прошу вас, господин мой Данейн, использовать ваше влияние в доме Дрес, чтобы освободить вашего смиренного слугу от его обязанностей. Примечание издателя. Естественно, ни на одной из копий этого письма не стояла подпись автора, кроме самого оригинала.